Несколько лет назад малоэтажное строительство было объявлено одним из наиболее приоритетных направлений жилищной политики. Но получить кусок земли для того, чтобы обустроить на нем свое семейное гнездо, еще, конечно, мало. Я дом строю большой, я хочу расширить свою семью, и очень сильно расширить. Я детишек хочу. С детишками Дмитрию, видимо, лучше не торопиться. В новый дом, который он только начал строить для будущей семьи, переехать, возможно, удастся еще не скоро. Если, конечно, нет желания жить, как наши далекие предки, при свечах. Обещанные администрации коммунальные блага в этом поселке никак не материализуются. Я уже от безвыходности скважину себе пробурил на участке. Отопление то же самое. Печку поставил на твердом топливе, можно обойтись. Без света обойтись вообще никак нельзя. О проблемах поселка геофизиков прецедент уже рассказывал в прошлом году. Администрация Би реализовала здесь более 200 участков еще в 2008-м. Людям посулили всю инфраструктуру. Хотя бы должны были нарезаны дороги, благоустроены. Но, как видите, люди сами отсыпали за свои деньги. На остальных участках их просто нет. Старая пословица гласит – обещанного три года ждут. Для землевладельцев нового микрорайона тикает уже пятый. В прошлом году, когда мы покупали участок, у нас сказали, что свет весной подведут. Уже лето наступило, свету так и нет. Звонили в администрацию, спрашивали, когда будет свет. Свет, сказали, будет после дорог. Дороги будут после того, как проведут водопровод. А водопровод будет после того, как они придумают, где и как он будет происходить. Подключение поселка к электроэнергии по документам должно было завершиться еще в 2012-м. Три года были заключались договоры о собственниках. Как были заключены договоры о собственниках, проведено межевание земель, был заключен договор на технологическое присоединение. Но и к середине 13-го решение вопроса, кажется, не продвинулось ни на йоту. Там немножко была ошибка в межевании, поэтому несколько участков попали под электролинии. А выносили линии, вопрос сложный. Но, тем не менее, найдены пути решения этого вопроса, повынесены. Обсчитаны суммы. Этот год, 2013 год, бюджетом предусмотрено туда подведение электроэнергии. То есть, этот бюджет взял на себя. Но если вопрос с электрификацией власти все-таки обещают решить, хотя и не ленинскими темпами, то все остальные проблемы пока остаются открытыми. Выделяя участок, городская администрация должна включить в его стоимость все коммуникации. Но обские чиновники земельный кодекс, видимо, читали через строчку. Люди уверены, что водопровод и дороги им построят. Как оказывается, за это никто не платил. Когда на конкурс выставляли, определяли стоимость и цену за участок, вот этих моментов коммуникации всех не было предусмотрено. То есть, люди покупали голую землю? Да. Американская мечта – большой собственный дом в пригороде, машина – в российской действительности никак не реализуется. Если за океаном сначала строят инфраструктуру, дороги, водопровод, электричество, газ, то у нас все наоборот. Сначала строят дома, а потом, может быть, когда-нибудь все остальное. Учитывая столь нерадужные перспективы, всем желающим все-таки обрести свой комфортный дом, возможно, стоит перенять опыт многочисленных коттеджных поселков. Например, в удачном, известном своей телестройкой, создание инфраструктуры финансируется специальным взносом. С каждого участка взнос 250 тысяч. Что туда входит? Туда входят инфраструктура – это дороги, электроэнергия и водопровод. И, значит, благоустройство поселка. Подсобить отключенным от света новоселам обещают и областные власти, которые в этом году инвестируют в инфраструктуру АБИ беспрецедентно большие суммы. Если говорить конкретно о поселке Геофизиков, здесь объявлен инвестиционный конкурс на строительство газовой котельной. Мы по своей программе газификации строим газопровод. Быт нового микрорайона, возможно, наладился бы и раньше, если бы его обитатели смогли объединиться и совместно решать общие проблемы. Но пока большинство домов здесь пустует. Дмитрий надеется, что с появлением электричества все может зашевелиться. Но это еще, как говорится, бабушка надвое сказала.